Вот что значит повезло. Везение было на целый сейф, но его еще надо открыть, но обо всем по порядку. Вы не раз видели фото в интернете про Сахалин, где много брошенной техники. И уверен многие думают, вот бы там покопать, интересно, что там есть на Сахалине. Но мы только мечтаем, а вот парень зовут его Джек Демар, там копает уже не первый год. Понимаю, кто-то скажет, чего это ретро фотографии, чего ты врешь, нет такого человека. Да не, все правда, смотрите, это реальный человек, похож. Переехал он на Сахалин полтора года назад и успешно копает. Говорят, японцы где-то там зарыли очень много золота. Пока Джек нашел все что угодно, но не золото. Смотрите, вот просто находка мечта. Кошелек, да и какой маленький, и не просто кошелек, а еще и с монетами. Вот я уверен, вы и подумать не могли, что у японцев были такие маленькие-маленькие кошельки. И видно, что сохран монет просто прекрасный. Джек поступил как человек с большой буквы и пытался передать все в местный музей. Но, увы, там находку не приняли. Наверное, им надо золото ведрами нести. Вот я даже мечтать не могу про подобные монеты, а им не подошли. Тогда поисковик отдал старинные вещи владельцу частной музейной коллекции из Южно-Сахалинска. О его находке рассказывали местные каналы и написало больше десяти газет. Джек говорит, остров-то маленький, всего-то 700 тысяч населения. Поэтому это сенсация местного уровня. И видно, за такие добрые дела дед Хабар снова наградил Джека подобной находкой. Вот так везение, правда. Этот кошелек уже больше, чем предыдущий. Но вот монеток в нем оказалось меньше, чем в первом. Но сохран, просто красота. И если представить, что эти монеты и кошелек лежат в серой земле с 1939-1942 года, то аж не верится. Но это правда. Да, для тех, кто не верит, ссылочку на канал поисковика «Приключения Джека» оставлю под видео. Зайдите и проверьте, что я, как всегда, говорю правду. Не знаю кто как, а я мечтаю про подобные монетки. Ну так, для себя. А вы? Для начинающих водоискателей и профи своего дела. Магазин металлоискателей «Грунтовик». Большой выбор металлодетекторов от ведущих мировых брендов. Аксессуары, дополнительные оборудования, акции и скидки. Удобный заказ в один клик. Различные способы оплаты, включая оформление в кредит. Быстрая бесплатная доставка от 10 000 рублей курьерскими службами. Покупая в магазине «Грунтовик», вы получаете гарантированные сервисные обслуживания в официальном сервисном центре. Интернет-магазин «Грунтовик». Найди свой класс. Скидка для подписчиков по промо-коду под видео. Мужчине в Канаде достался старый сейф. Наследство. Замечу, сам корпус сейфа был 1940 года. Стоял тот во влажном помещении. И понятно, что дверь была закрыта. Новый владелец ничего лучше не придумал, как взять кувалду и лупашить по трещотке. Бил долго и упорно. Зачем? Да кто его знает. Скорее всего, у мужчины был план. Возможно, тот, что курят. Но как бы там ни было, дверь открылась. Обратите внимание, дверь там была не одна. В сейфе оказались серебряные монеты. Номиналом в доллар, полдоллара и мелочь. Все были из серебра. Была какая-то книга и грамота. Да, в книге были непонятные чертежи, но это все, что нам показали. Но как потом оказалось, дверь сейфа не была закрыта, а просто заржавела. Можно было не ломать механизм. Сам корпус сейфа, рабочий, стоил от 5000 долларов. А сломанный максимум 600 вечно зеленых. Вот так вот. Мне там мужик деньги искал. Делайте, друзья, выводы. А вот так вот желаю, чтобы везло всем хорошим людям в этом году. Парень копает в США. В тот день копал на старом доме. Поймал сигнал, похожий на гильзы. Но это оказалось оно. Не, не то, что не тонет или часто у нас при власти. Оно, настоящее золото. И какое, смотрите, на что похоже. Как сказал бы Юра Гагарин, это просто шок-контент. Да, вы правильно поняли, это огромное, огроменное кольцо. На нем была дата 1949 года. Весом было больше 10 грамм. Если посмотреть на фото, то понятно, что это не просто кольцо, купленное в магазине, а делалось на заказ. У кого-то будут варианты, что оно такое. Может быть, какая школа или спортивный клуб. Кольцо было 18 карат или 750 пробы. Могу сказать точно, что стоит кучу денег. Кому интересно, поисковик нашел такое счастье с прибором ЗОЗО. Да, друзья, у меня есть второй канал, где больше про простую жизнь. Моими глазами, если интересно, подписывайся, ссылочка будет под видео.